я расскажу как вырезать светлый объект от светлого же фона и вот уже видно готовая кофточка сзади вид сзади покажу это состояние уже после всей обработки а вот до еще раз после да здесь из сложного было просвещается составные части манекена я их убрал чуть-чуть подправил цвета и вырезал манекен а теперь расскажу как конкретно уже на вот этом виде ее вырезать и сделать здесь нужно убрать части манекена заменить декольте и поправить фон здесь достаточно легко потому что фон уже белый и единственное что он не полностью белый открываю вот эти два файла если мы возьмем и пройдемся по фону мы видим что значение вот здесь 253 252 то есть он не полностью белый и чтобы избежать вот этого мусора его все-таки нужно по-быстрому вырезать также нужно и вырезать части манекена и так для начала создам фон у меня для этого приготовлена экшен одним кликом кликом я создаю белый фон и дальше продолжаю работать я буду использовать автоматику фотошопа select subject для этого я выбрал вот этот инструмент появляется кнопка select subject и она мне должно автоматически его выбрать вот она это и сделала так как у этого инструмента достаточно грубая вот я на черном показываю он достаточно грубо работе работает вот такие вот рубан и края мне их нужно поправить и я воспользуюсь такими настройками я сдвину весь край немножечко вот белый остается а уже его уберу с помощью вот этого инструмента magic wand tool tolerance я поставлю 5 так как фон не настолько отличается от от самого цвета кофты для чего я сделал вот это вот чтобы если бы я использовал сразу вот этот инструмент magic wand tool я бы выделил а может быть какие-то быть мусор точки битые пиксели я на глаз их не вижу но они скорее всего там были бы мне бы пришлось долго мучиться их чистить так я выделил большую часть объекта и этих точек если будет они будут очень близко и вот за за пару кликов я сделал уже четкое выделение по контурам сейчас перехожу select and mask вот уже выделение намного лучше чем было раньше слегка рубана это легко поправить делаю output layer mask это я делаю чисто чтобы случайно не вылетел photoshop и дальше продолжаю работать в select and mask и воспользуюсь радиусом уточнения края сделаю два пикселя и сделаю сглаживание а также добавлю контраст вот такой получился край край готов из-за самой специфики вот этой одежды здесь такой рельеф вот здесь видны такие бугорки которые я поправлю уже в пластике я для этого применяю фон хотя нет я сначала уберу внизу манекен уже бугорки неровности поправлю в самом конце вот здесь я вручную уже уберу потому что здесь практически цвет манекена не отличается от цвета кофты и здесь только ручная работа и возможно автоматика бы ошибалась много то можно сделать и другим инструментом но здесь чтоб долго не мучиться я делаю вот этим лассо манекен выделен сейчас я это опять же я делаю чтобы сохраниться сейчас я уточню край в select and mask опять же сделаю радиус 1 и сделаю сглаживание и и контраст таким образом получилось у нас selection и теперь заливаю это selection черным фоном залил черным фоном я нажал backspace клавиатуры и он залил background у меня выбран background черный получили достаточно хорошую маску я ее применяю правой кнопкой мыши apply layer mask и дальше иду в фильтр liquify пластику сделать чтобы видно было лучше я отображаю фон белый в этих настройках show backup выбираю белый фон и вот эти вот неровности хочу немножечко поправить потому что они честно говоря видны и бросаются в глаза опять же говорю это не проблема маски это такая структура самой кофты но смотрится не очень хорошо особенно когда отображение идет на весь экран а не сто процентов она как раз кажется что маска плохо сделано заодно проверим ворот ворот нормальный можно поправить острые какие-то углы какие-то плечи опять же эти бугорки квадратными скобками я увеличиваю уменьшаю размер кисти и в пластика именно от разуме в пластике именно от размера кисти зависит как она будет работать сейчас у меня вот это инструмент for ground work to выбран и именно от размера пластики я уже чувствую как какой нужно выбрать размер кисти и в зависимости от размера ее так она и будет работать это достигается конечно экспериментами методом проб и ошибок посмотрим что у нас тут внизу более не менее все нажимаем ok получаем вот такую почти готовую кофточку теперь нужно разобраться с воротом ворот мы берем со второго файла копируем вставляем я не буду здесь вырезать белый фон потому что сам вверх воротов и и и и лайба все-таки здесь лучше а вот все остальное возьмем оттуда вам и так опять же срочная работа потому что цвет кофты и цвет манекена ничем не отличаются я делаю немножечко грубо и потом в select and mask я поправлю это сглаживание смузы готова сохраню на всякий случай эту маску я можно сохранять выделение select save selection это несколько кликов несколько кликов а можно я такой способ для себя выбрал любой из частных лэйер с кнопку нажимаю она автоматически добавляет частный плеер уже с как с маской я отключаю глаз и он себе висит отдельным слоем и никому не мешает зато с легким сохранена так теперь поработаем с ней уточним края сделаем сглаживание хотя здесь так не получается сначала сделаем сглаживание сначала сделаем сглаживание с контрастом а потом еще раз откроем и уточним края вот и вылетел фотошоп как замечательно что я сохранил уже сколько отправил я отчетовым бесконечно замечательно что я предварительно сохранил файл приходится как в старые добрые времена когда фотошоп вылетал каждый день он даже открыл восстановленные файлы в этот раз нам не понадобится но пусть висит пока вот и понадобилось я нажимаю контроль и на маску опять возвращаемся к нашему selection выбираю любой инструмент selection и опять захожу в select and mask на каком этапе мы остановились оно не посчитало smoothing чуть-чуть smoothing и чуть-чуть контраста и опять же захожу в нее отображение на черном и теперь уже радиусом единичку добавлю чтобы она мне структуру ткани показала все мы имеем вот этот selection добавляю я его в layer mask можно было из того окна сделать select и маску забыл вы неправильно добавил я нажму контроль invert выделю маску контроль ай нажимаю она инвертирует ее достаточно быстро это решается здесь немного поправлю нашу маску с матч тулом вот эти вот штуки которые косые получились отлично здесь просто тень которая произошла от манекена она не всегда и вот равномерно здесь и это видно глазом поэтому я ее пытаюсь выровнять уже смач тулом тул что называется смач размазывать размазня готово перетягиваем слой который мы скопировали с другого файла сюда где-то он должен быть есть он и подвигаем его в нужное направление его не хватает ничего страшного придется поработать с трансформацией удерживая shift я опускаю его вниз а здесь чтобы даже попасть в структуру я уже воспользуюсь вот этой трансформацией здесь попадает а здесь уже расходится поднять я не имею как это попасть может даже убрать все оставить только лейбл возможно так будет быстрее уберем все оставим лейбл достаточно грубо я это делаю потом размою так сейчас размоем эти края наверное тоже надо сохранить selection иди знай что фотошоп выкинет опять выбираю selection и возвращаюсь к нашему рабочему слою сейчас поработаю с ним с помощью радиуса в 2 думаю что нормально и с помощью размытия немножечко так убираем его закрашивая черным я черным делаю background color и убираю его а теперь можно можно теперь добавить новый слой и продлить вот эти вот края отключу фон потому что я буду работать с темптул и здесь в настройках стемптула я возьму все слои я создал пустой слой но информацию буду копировать с этого поэтому мне нужно чтобы все слои участвовали информация копируется с того слоя но прорисовывается с этого слоя копируется прорисовывается в слое под ним именно поэтому оно не выезжает оно под ним зарисовывать я здесь выехал но его не видно потому что верхний слой закрывает отлично и теперь уже включаем наш слой который мы взяли из другого файла и его уже легко трансформируем в нужные размеры чтобы не было видно частей манекена и здесь уже можно чуть-чуть потянуть чуть-чуть потянуть чтобы этих частей не было видно опять видно я удерживаю shift то чтобы оно растягивалось по вертикали отлично и теперь осталось самое простое вырезать вот эту верхушку но это проще всего сделать потому что мы уже имеем я нажимаю контроль удерживаю контроль и нажимаю на объект так как у нас это было вырезано кофточка уже я немножко опущу стрелками это выделение вниз потому что не хочу чтобы сверху была такая линия обводки и добавлю маску ревел селекшен все здесь подмышками лишнее оказалось его лучше убрать чтобы она случайно не отобразилась есть готово осталось только одно сделать эту часть темнее потому что внутри все таки темнее должно быть и подстроить под то что было так я создал слой с кривыми так что здесь можно подправить кистью подправлю вот эти светлые точки вот эти которые никому не нужны и темные точки тени которые явно выпирают здесь готово немного сделаю градиент для этого в маске слоя кривых мягкой кистью сделаю тем цветом черным нужно на такой градиент за несколько заходов чтобы было более ровное отображение экспериментирую отменяю применяю отлично да вот и все готово вот эти лишние слои теперь я удаляю и сохраняю готовый файл